И вы что, честно думаете, что у меня не возникают проблемы с электричеством? Ну, во-первых, вы на что смотрите? На то, что вам передает электрический сигнал. Сначала цифровой переводит в кодированный сигнал, потом кодированный сигнал обрабатывается, потом это дело все передается на ЦАП, цифроаналоговый преобразователь, и потом уже в эфире. В некотором смысле даже без цифроаналогового преобразователя мы это просто сливаем на сетевые каналы, ну, сетевиков, ну, в смысле, я имею в виду интернет-издание. В смысле, не интернет-издание, а то, что работает для вашего телевидения. Там мы цифровой сигнал напрямую пропускаем. То есть вот так вот. То есть все это рано или поздно ломается. Рано или поздно я эту камеру ремонтировал, рано или поздно винты блыскаются. Это все обыкновенное явление. И вы думаете, что у меня ничего не ломается? Так же все ломается. Но вопрос возникает, куда я иду? То есть я, конечно, понимаю, что здесь винтов-то нет. Я имею в виду самих винтов, которые собирают видеоинформацию. Зато здесь есть очень большое количество лампочек, проводочков и всех тех вещей, которые абсолютно точно необходимы, если вы хотите, чтобы ваше красиво выглядело ровно. Насколько это красиво и ровно, давайте зайдем и спросим у покупателей. А лампочки у вас бесконечно светят? Нет. Вопрос такой. Вот вы заходите за электросилу, ваши цены и цены на электролампочки здесь каким-то образом вас удивляют или нет? Да, конечно. Мне всегда нравится магазин. Очень цены хорошие здесь, нежели в других магазинах. Ценники куда вас больше привезут? Ну, наверное, где дешевле. Все-таки, если одна марка там дороже, то дешевле. Наверное, приду где дешевле. Но логика такая. Все рушится, да? Ну, вы пришли в электросилу. Как вам здесь ценники? Вы знаете, я первый раз пришла, поэтому смотрю. Я не знаю, что относится к вещам. И все-таки вопрос. Да? Где что купили? Здесь? Да. Понравилось? Я надеюсь, что все-таки да, потому что мой астин пользуется этими услугами и ходит только сюда. Электричество – это бесконечная штука в доме? Ну, допустим, лампочки могут бесконечно светить? Нет, конечно. Нет, конечно, да? То есть вопрос возникает, когда вы приходите сюда в электросилу, может быть за лампочкой, может быть за остальными вещами. Ценники вас как? Удивляют или нет? Смотри, какая лампочка. Ну, а вот, допустим, обыкновенность встодиодная, хорошая, качественная лампочка. Ну, если средний ценник брать, то у вас дешевле. Электричество в доме, оно бесконечное или нет? Бесконечное. А, допустим, если лампочки вдруг внезапно перегорели? Бывает же такой случай, правда? Бывает. А вы за этими лампочками куда приходите, если несложно? Вот сюда я прихожу. Нравится? Очень. Часто не случается, что лампочки будут сгорают? А они не все вот эти вот одинаковые. Бывает, да. Бывает, сгорают, да? Да. Но возникает вопрос. Вы же тоже должны думать о том, где можно эти лампочки незадорово купить. А мне какая. Ну, сюда прихожу, в этот магазин. Вот у меня, наверное... На Комсомольске 17. Бывает, да? Бывает, да? Дома ничего не запасешься, как бы, да? Вот магазин. Это не получается, да? Электричество оно такое. Сегодня есть, а завтра вдруг сломалось и все, приехали. Да, как бы переделки, допустим, разветвление разное делаешь, необходимое. А вот в магазин подъехали, быстро все купили. Какой? Магазин сюда? Да. На вокзале на 5, да? Да. В электросилу. Здесь дешевле. Вот, разно или поздно, что такие вещи случаются, когда что-то наваливается, да? И по электричеству в том числе. Бывает? Бывает, конечно. Бывает, да-да-да-да. И за электрическими приборами мы куда приходим? Магазин. Магазин, естественно. Чем вам электросилу понравится? Выбор большой, дешево. Часто и случается, что, допустим, дома что-то навернулось по электричеству. К примеру, тут лампочки бызнулись. Бывает? На лампочке у всех перегорает время-премя. Вот, вот, про что и говорю. То бишь, мы когда пришли сюда в электросилу, мы покупаем лампочки. И определившись ценой. А можно ли говорить о том, что, как бы, ценники абсолютно нормальные, ровные? Именно в данном магазине, да. Да, нормальные ценники. Электричество дома бывает навернуется, правильно? Да, бывает. Еще такой вариант тоже самое, допустим, лампочки выгорают, да, ведь? Да. А вы сюда пришли в электросилу на вокзальную 5, для чего? За упаковками, за шнами. За запчастями, за материалом. Так, все-таки, объединемся, давайте, с ценами. Про цены именно в электросиле, в Магнитогорске. Вы же не только в Магнитогорске используете? Не только в Магнитогорске. И в Карталах, в Челябинске, в Копейске мы работаем. Здесь самые приемлемые, самые нормальные цены. По сравнению, даже вот по городу нашему взять, в Магнитогорску, не важно, где там, где рекламируются, какие-то добро стоят, там, самые дешевые цены, там, специализированные какие-то магазины, именно электротовары, там, самые дешевые цены. Все это, как бы, ну, здесь дешевле, намного. Вот так я скажу. Приходите все сюда, не пожалеете. Однозначно. Еще более интересные вещи мы вам говорим. Прямо здесь, на вокзальной 5, электросила. Самое забавное, что здесь все думают, что у вас все будет настолько же круто и очень много магазинов по продаже электричества. Но давайте зайдем в следующий раз вовнутрь и покажем, сможете ли вы конкурировать. А сегодня мы вам показали в очередной раз. И не только я это сказал, естественно. А люди вам сказали, что дешевле товаров во всей Челябинской области ни в одном магазине нет.